7 пунктов но многие из них здесь можно вот разбить еще на несколько а значит первое то что нужно сделать это анализ конкурентов берем сервис l social и вперед идем искать конкурентов иностранцы любит такого любой вы знаете вот почему-то у нас иностранцы не сработали к нам приезжали но на же финляндия рядом да и финны здесь приезжают нас кирка здесь старинная и финны приезжают и вот как бы все достопречательности здесь и они приезжали от них с турагентства приезжали делали фотографию но вот ни одной заявки еще нет может быть тоже еще конечно не созрели но почему-то почему-то не сработало это опять же я вам говорю да так чему что то что мы предполагаем не всегда важно наши целевые аудитории то есть нам иногда кажется ой сделаю к я вот так вот и все и все прямо всем все понравится а я сделаю вот так и всем все понравится на самом деле может быть людям это вообще не надо эти сделал для дорожки до было красиво а людям это не надо людям надо вот ходить босиком по траве понимаете ну у нас этих товарищей нету у нас фида здесь только а поэтому значит да первое анализ конкурентов то есть прошу стить и посмотрите что кто чем вы можете от них отличаться найти отличие можно в любом в любом абсолютно бизнесе в крайнем случае создать это отличие вот видите вот даже вот мы не стали делать второй домик по что мы создаем поддерживаем это отличие да как быть сайте продуктом татьяна то же самое вы берете ищите конкурентов но эти продукт вас какой что значит эти продукт напишите что значит эти продукт теперь что эти продукции я продавала очень успешно целый год и замечательно 1000 долларов пакет стоил и замечательно все продавалось вот теперь значит потом поиск вашего уникального торгового предложения но без этого никак мастер-кит тренажер саморегуляции ножов саморегуляции давайте сейчас татьяна давайте я закончу потом с вами уже с нашим сейчас нет переключиться надо давайте полностью контент закончу потом с вами и а вы пока подумайте более психологии а ну так смотрите если психология значит анализ конкурентов кто такие вообще конкуренты это те кто забирает у вас деньги то есть а человек заплатил бы вам но вместо этого он пойдет и заплатит допустим психологу или он пойдет заплатит таблетки какие-то купит да или он пойдет к врачу или он пойдет сделает там массаж или он пойдет купит тренинг по личностному росту понимаете то есть ищите тех товарищей кто забирает ваши деньги на вот и смотрите что делают они как они это делают этом вывод из депрессии дату смог как они это делают как они там бегают с дубиной за человеком выводят с депрессии они таблетками пичкают они какие-то медитации там рассказывают что они делают и смотрите что делаете вы да что делает ваш продукт как он отличается но чаще всего это понимаю что это продукт какой-то сетевой компании сетевой компании ребята рекомендую вы не сможете построить у т.п. да на продукте потому что это от вас не зависит вам компания предлагает продукт уже сделанный изменить его вы не можете вот если в данном случае вот это мой продукт заимка я могу его менять и вы не можете поэтому соответственно вы можете изменить что вы можете изменить свою услугу вы можете изменить себя да вы можете свой именно бизнес и подход бизнесу изменить и строите тогда у т.п. на своей личности кстати тоже вот если сложно найти у т.п. тут тоже можно или подстраиваться к людям говорит что я такой же как и ты у меня такие же проблемы да то есть именно подстраиваться под них и строить вот на своей личности я когда занималась сетевым бизнесом на земле вот то тогда я именно строила свое т.п. на персональном сопровождении ну сейчас это уже тоже сплошь до рядом и тогда это как бы было в новинку еще и люди на это очень хорошо шли хотя тоже смотря какое персональное сопровождение что вы будете делать но вот можно отстраиваться именно по себе по себе нас там люди купают бассейн вот и думаю что нужно людям море или бассейн да 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 вот и мы да мы никогда с вами изначально не знаем что же нужно нашей целевой аудитории это тоже факт вот поэтому тут опрашиваете людей смотрите дальше значит понимание разработка портрета целевой аудитории то есть изначально вы прописываете с кем хотите вы а дело иметь да потом вот посредством такого мозгового штурма составляете карты запускаете рекламу и смотрите кто к вам кто у вас покупает там кто к вам приезжает кто пользуется вашей услугой и уже потом дотачиваете этот портрет и соответственно тоже опросы делать целевой аудитории да потом соответственно создаете вы сообщества до прописывайте все название статус информацию закрепленный пост оформление сообщества все это дело 4 пункт очень важны это оптимизация и необходимые настройки с вообще на этом четвертом пункте можно очень хорошо зарабатывать деньги то есть именно как оптимизировать сообщества так чтобы люди из поиска уже заходили к вам сообщества вот это тоже вот на тренинге конструктор мы все это проходим да потом значит создание лид магнита и подключение сервиса рассылок вот здесь если на тренинге конструктор у нас открываются а уроки через день то с лид магнитом я давала и по три по четыре дня и возврата в домашней работы было тоже море потому что опять же делается неправильный лид магниты особенно вот сетевиков касалось там мы базов возврата я делала сплошь и рядом то есть лид магнит это то что первый раз увидит человек да и он должен ну действительно притянуть как магнитом стать до притянуть вот и поэтому надо конечно над этим постараться и создать его правильно тоже в лид магнита я даю там очень много дополнительного материала и как их делать ну то есть тут мы работаем усиленно то есть этот блок палит магниту и воронкам продаж он у нас длится в дольше всего потому что там ну вот так и запросто с кондачка как говорится не подъедешь дальше бесплатные методы привлечения используем да то есть друзей коллег ну кого-то первых просим чтобы поддержали а в тренинг тоже конструктор кто у нас пойдет у нас ребята сразу же получили по 30 человек группы у кого-то даже больше потому что ну сами при взаимопиарник люди отменял все ученики собрались мы единую табличку сделали все друг другу в группы подступали поступали все вот вас первая аудитория уже есть все уже когда вы будете давать рекламу уже люди не впустую будут группа заходить а уже во что-то да вот дальше и естественно потом подключаем седьмой пункт на котором почти практически все останавливаются это платные методы привлечения но тут конечно же тоже никто вам не говорит чтобы там в бухе вали десятки тысяч сразу и все вполне можно обойтись изначально бюджетно вполне можно обойтись но все опять же туда зависит от вашего бизнеса зависит от вашей тематики зависит от вас то есть тут очень много еще различных но и конечно но надо проходить обучение чтобы понимать как правильно это настраивать вот такие вот пункты которые необходимо сделать и все получится как получилось у меня